В Омске фонд борьбы с коррупцией проводит агитационное мероприятие в рамках общероссийской кампании. Но нашлись люди, которые явно этому противодействуют. К сожалению, это представители власти. Акция проходила с уведомлением, но у милиции почему-то нашлись причины для того, чтобы устроить разбирательство. Прямо во время проведения мероприятия. По идее, власть должна поддерживать борьбу с коррупцией, но в Омске это не так. Характерные лозунги, с которыми трудно спорить думающему человеку. Но, видимо, есть и недумающие люди, которые с этим не согласны. Как всегда, среди сторонников Алексея Навального много молодых людей. Спросим, почему они пришли сегодня сюда. Вам можно задать пару вопросов? Да. Скажите, почему вы сегодня здесь? Мы информируем людей о деятельности Алексея Навального. У нас с тобой это мероприятие «Кубка» называется. На улице ставим такое «Кубка», похоже на «Кубка». И собираются волонтеры, которые информируют о деятельности какого-либо человека. В нашем случае это Алексей Навальный. Вы разделяете его идеи, разделяете его борьбу? Да. Почему вы здесь? Потому что он предлагает пищи, у меня вода есть. Ну, вы такие, вы молодые такие люди, вы уже сталкивались с коррупцией в столь юном возрасте? Там не только борьба с коррупцией. Ну, я лично сталкиваюсь. Я не буду говорить ли информацию, она очень личная, семья. Вы сказали, что вы видите коррупцию. В чем вы видите коррупцию? Коррупция. У нас все школы платные, бюджеты сокращаются. По-моему, вы немного хотели сказать о коррупции. Да, дело в том, что когда речь идет о тендерах, то выигрывают очень приближенные люди к губернаторам, к депутатам, к министрам и так далее. И это факт коррупции, он их раскрывает. Например, госзакупки, когда речь идет о том, как автомобиле и для администрации, или, например, какой-то оснастки, выиграют от себя приближенные люди. То есть это не люди со стороны. В Москве, например, выиграют люди, приближенные, так скажем, ближе к губернатору, к министрам, которые занимаются укладкой плитмой, благоустройством и так далее. И эти все полностью моменты уже раскрывались неоднократно. То есть этого много в интернете, можете посмотреть, все это есть. Вы лично сталкивались с фактами коррупции? Лично я нет, я не был предпринимателем, поэтому как бы я с этим не сталкивался, но сталкивались мои знакомые, которые пытались выиграть некоторые тендеры. От себя добавлю, что я был предпринимателем и лично сталкивался с фактами коррупции. Я лично видел тех людей, которые брали откаты, работая по госзаказам, представляя структуры власти, и они не стесняясь спросили в коммерческих структурах определенный процент. На бюджет очень несложно попасть, а нам вот и надо поступать. И нам в этой стране еще жить, поэтому мы против коррупции. Я думаю, эти люди представляют из себя здоровую часть общества, которая действительно борется с коррупцией. Спасибо.